Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И эта история снова о позорных свиданиях, ну, неудачных, нелепых и тому подобное. И эта история у нас о свиданиях с иностранцем, в частности, с американцем. Эту историю прислала мне одна моя подписчица из прошлого видео. Истории этой же подписчицы были и в предыдущем видео. Ссылку оставлю где-нибудь вот здесь. Смотрите предыдущее видео. У этой моей подписчицы очень бурная жизнь Санта-Барбара. У нее очень много пикантных, интересных и интригующих историй, и это одна из них. Так вот, без лишних предисловий, я быстренько пробегусь, кратенько, чтобы вы понимали. Это моя подписчица. Она определенный период своей жизни состояла в брачном агентстве по знакомству с иностранцами. И она очень много знакомилась с американцами. Это приличное агентство, там все официально. То есть там оформлялись официально визы невесты. Об этом я тоже немножечко расскажу. Очень интересно, как все это происходит. Вот мне, допустим, было очень интересно, как вообще вот эта вся внутренняя кухня. История эта касается одного из ее женихов, за которого она чуть ли не вышла замуж. В общем, познакомилась она с этим американцем на одной из встреч, которые организовывало это агентство. В общем, происходило это так. Агентство арендовало ресторан или часть ресторана в одной известной гостинице города Киева. Приглашались на эту встречу, значит, девчонки, которые сотрудничали с этим агентством. Девчонок было человек 700, а женихов приезжало американцев всего лишь человек 40. И, в общем, вот эти вот женихи, американцы, они ходили, в общем, знакомились, приглядывались, присматривались. И потом в процессе вот этих вот сматрин, ну это как сказать сматрины, да, для американских женихов. И потом, ну и женихи сидели вот каждый за своим столиком. И потом они просто вот приглашали понравившуюся девушку себе за столик, чтобы ближе пообщаться. Переводчики там были, в общем, сами организаторы. Организаторы, в общем, все очень цивильно, дорого, богато. Это серьезное такое агентство. В общем, и приехала моя подписчица, буду рассказывать от первого лица, как вы любите. И приехала, в общем, я на эту встречу. Он меня сразу приметил, вот, и как-то вот пригласил меня к себе за столик. Вот начали мы с ним общаться. Он выглядел очень моложаво. Он сказал, что ему 42 года, но он на 42 не выглядел. А вот 35, вот такой вот молоденький, моложаво очень выглядел. Видно, что спортом занимался, следит за собой. Вот, и, а мне на тот период было 25 лет. Вот где-то 25-26, в общем, совсем я молодая. В общем, но, тем не менее, он старше меня был на 17 лет. Ну, в общем, это не критично. Он был в разводе, был женат до этого. Я спросила, почему он развелся. Он сказал, что у жены были проблемы с алкоголем. В общем, она очень сильно пила. И он бы хотел у нее забрать дочь. У них была дочь от первого брака, дочке 5 лет. И он говорил, что он бы очень хотел забрать на полное воспитание к себе дочь. Ну, я очень положительно отношусь к детям. Легко нахожу с ними общий язык. И дети для меня были не помеха. И как-то вот в процессе нашего знакомства он меня пригласил на свидание. А это был такой период в моей жизни, что вот как-то вот с работой у меня не ладилось. И где-то около недели, вот у меня было свободное время, я не работала. И вот эту вот всю неделю я провела с ним. Мы ходили в кафе, в ресторан и просто прогуливались по городу. Он, конечно, очень галантный. И ручки целовал, и там и дверцу откроет, и ручку подаст. Ну, в общем, очень красиво ухаживал. И чаевые раздавал там в ресторане, оставлял. То есть это все как бы впечатляюще было. Это было вот время, вот чтобы вы понимали, нулевые года. 2002-2003 год. Вот так вот где-то. Вот. И значит, ну все, конечно, красиво было. И как-то вот гуляя с ним где-то неделю, вот знакомство наше было где-то неделю, он в один прекрасный день говорит, становится на одно колено передо мной и говорит, мол, выходи за меня замуж. В общем, ты мне очень нравишься, ты мне подходишь. Вот типа ля-ля-та-поля, ну сказать, что я офигела, это ну просто ничего не сказать. То есть мы очень мало знакомы, я его очень плохо знаю, всего лишь неделю. Тут вот прям вот так вот, как снег на голову, вот так вот резко прям и выходи за меня замуж. То есть я не ожидала, я была ошарашена от такого быстрого развития событий. Вот он мне говорит, ну ты как бы, ну, извини, что я вот тебе делаю предложение без кольца, просто вот так вот, я, говорит, тебе подарю кольцо, когда мы в Америку приедем, давай откроем визу невесты, а виза невесты, это как бы делается виза для девушки, для украинки, да, ну вот в частности для меня, открывается виза и благодаря этой визе я могу поехать в Америку. И эта виза делается на три месяца, там как бы дается документ из Америки на меня, на меня, да, и я могу поехать туда на три месяца, мы там с ним можем познакомиться, там, пожить, приглядеться, притереться, ну и все такое. В общем, раньше, в нулевых годах, эту визу можно было получить одному человеку, ну, жениху каждые три месяца, да. То есть закончилась виза невесты, ты пообщался с этой невестой, она, ну, вы не сошлись, она тебе не понравилась, вы друг другу не понравились, все, как бы, попрощались, и можно оформлять новую визу невесту уже на другую невесту. И так каждые три месяца ты можешь хоть 150 невест себе каждые три месяца приглашать, когда заканчивается новая виза. Сейчас, в современное время, эта виза невесты дается гораздо сложнее, и дается она на два года. Ну, то есть, чтобы не было вот такого халатного отношения, конвейера, да, каждые три месяца, да, сейчас уже с этим строго. Сейчас уже как-то, вот, дается тебе на два года, все, как бы, вот она, твоя женщина, серьезно надо относиться, вот, как бы, а не каждые три месяца. Сейчас с этим строго, тогда это было каждые три месяца. В общем, он говорит мне, сделаем на тебя визу невесты, приедем в Америку, я тебе там подарю кольцо, мы там поженимся, вот, я вот уверен, что вот вряд ли у нас что-то не получится, ты мне очень нравишься, вот, типа, давай, короче, вот, приезжай. В общем, такое быстрое развитие событий было. Для меня это было очень неожиданно, но я сижу, как бы, ну, меня, в принципе, ничего не связывает, я замужем не была, детей у меня нету, как бы, с работой у меня вообще непонятки, там, в бизнесе, в котором я работала, там был застой, работы не было, и, в общем, в принципе, я была свободная и могла просто все бросить и уехать. Меня ничего не держало. Я, как бы, села такая, подумала, Калифорния, хороший шанс, то есть реально можно, ну, может, это реальный шанс на лучшую жизнь, я так подумала, и я соглашаюсь. В общем, конечно, у меня был такой маленькое такое сомнение, червячок сомнения у меня в голове крутился, что Даша, все очень быстро, очень быстро, подозрительно быстро, но я такая думаю, ну, ладно, может быть, ну, надеюсь, что все будет хорошо, все получится, и гнала, плохие мысли, прочь, вот, и получается, я соглашаюсь, в общем, сделал он на меня визу невесты, вот, а там, через это агентство, чтобы, чтобы жениться ему на украинке, на русской девушке, в общем, в целом так, на славянке, да, в общем, там нужно доказывать для визы, что, типа, у вас реальные отношения романтические, то есть переписки, письма, открытки, любовные какие-то послания, там, совместные фотографии, что, то есть нужно доказать, что у вас реальные романтические отношения, а не фикция какая-то. В общем, у нас действительно были переписки, он письма мне писал длинные. К слову, он рассказывал, что он очень хорошо зарабатывает, он работает психологом, что у него свой дом в Калифорнии, показал фотографии этого дома, то есть и в целом-то он мне показался приличным человеком, как бы таким вот, ну, обеспеченным, спортивным, подтянутым, таким вот уверенным, таким напористым, ну, еще бы напористым, через неделю сделал предложение руки и сердца. Девочки, это очень плохой сигнал, когда мужик вот так вот вас слишком быстро торопит. Вы еще толком друг друга не знаете, а он уже, я тебя люблю, выходи за меня замуж. Да, в любви он тоже признавался, письма длинные, любовные писал, все это было. Я подписываю документы на оформление визы невесты и думаю, ладно, пока будут оформляться документы, я еще подумаю. Вот, а в то время виза невесты оформлялась где-то месяца два. Вот, сейчас эта виза невесты оформляется год, то есть сейчас очень долгий процесс, а тогда это все делалось быстро. В общем, он мне сделал предложение, чтобы я подписала документы на визу невесты. Он собирался уезжать в Америку на эти два месяца, а пока документы бы делались, я бы тут бы в Украине посидела бы, подумала бы, может быть, бы еще передумала, в общем, у меня такие мысли были. Но, в принципе, я была согласна. Вот, и вот этот вот весь пакет документов, который доказывал то, что мы с ним там по ресторанам ходили, встречались, там открытки, совместные фотографии, то есть это вот все прилагалось как доказательство для получения нашей визы невесты, что типа доказательство наших отношений. То есть вот такой вот был, вот такие вот правила были для этого сделаны. И, значит, перед тем, вот он мне сделал предложение, и перед тем, как уезжать в Америку, там в гостинице, где он жил, то есть был трансфер от гостиницы до аэропорта, его вез трансфер. И он мне сделал вот это вот предложение как раз перед гостиницей. То есть я его провожала как раз перед его отлетом в Америку, он встал передо мной на колено перед гостиницей, и я должна была быстро дать ответ, вот, и я соглашаюсь, и мы заходим в гостиницу, там, и быстренько эти документы подписали, получается, и он говорит, ему уже надо уезжать, как бы в Америку улетать, садиться на автобус и ехать в аэропорт. Я говорю, ну давай, мол, я тебя провожу, вот, я там попрощаемся. Он такой, нет-нет-нет-нет, меня, говорит, провожать не надо, я не люблю прощания, вот, я, ну, как бы, плюс я не хочу, чтобы ты там где-то вечером стояла одна, а потом я уехал, а ты потом через весь город ехала домой, не надо меня провожать, мне это больно, я не люблю прощаться, давай лучше я тебя посажу на такси, ты поедешь домой, я буду уверен, что ты приехала домой, а я уже сам доберусь до аэропорта, говорит, меня провожать не надо, мне так спокойно, типа, вот. Ну, я так подумала, это, конечно, немножечко странно, как влюбленный мужчина, конечно, он каждую минутку последнюю хочет с девушкой провести, а это прямо вот меня это, но я так подумала, мало ли, может быть, он у него там в отель, в номере, где он ждет беспорядок, или он не хочет, чтобы я там видела его в беспорядок, или действительно такой джентльмен переживает, чтобы я домой приехала там в безопасности, да, в общем, ладно, я села в такси, уехала домой, он попрощался, сказал, все, за меня не переживай, я прилечу, вот, и все, и мы попрощались. Он улетел в Америку, мы с ним продолжаем переписки, созвоны, как бы все, ничего не предвещало беды, все прекрасно, все замечательно, вот. И он нанял мне переводчицу, оплатил деньги через агентство, и эти два месяца, которые оформлялись виза невесты, эти все два месяца ко мне каждый божий день в дальний район Киева, где я жила, приходила на дом переводчица, и она каждый день по три часа разговаривала со мной на английском языке, и то есть за эти два месяца, плюс то, что я учила в школе, то, что я учила в институте, все как бы сложилось в какой-никакой английский, чтобы я могла как-то разговаривать и как-то понимать, то есть она действительно отработала все его деньги, которые он вложил в мое обучение на все сто. И плюс вот уже заканчивается подготовка наших документов, вот уже проходит почти два месяца, он мне звонит и говорит, слушай, мы с тобой вот поженимся, но я так думаю, вряд ли, наверное, твоя мама сможет к тебе в Америку прилететь на свадьбу, вот, и она, наверное, никогда тебя и не сможет увидеть в свадебном платье, вот, я знаю, что для каждой девушки это очень важно, чтобы вот очень сокровенно, там, мама, когда видит свою дочь в свадебном платье, вот, давай я тебе вышлю денег на свадебное платье, вы вместе с мамой сходите купите, выберите, там, ты померишь, там, она с тобой на память сфотографируется, ну, как бы, ну, вряд ли она прилетит в Америку, это очень трудоемкий процесс, визы, все дела, вот, и он выслал мне деньги на свадебное платье, в общем, мы действительно пошли с мамой, выбрали в салоне в хорошем, шикарное свадебное платье, это реально было платье моей мечты, оно со шлейфом такое длинное, на те годы просто бомбическое, ну, вот, просто я так трепетно его выбирала, что просто, ну, не платье, а мечта. И вот, когда мы купили платье, когда уже платье висело у меня в шкафу и ждало своего звездного часа, приходят документы, собственно, на визу невесты, документы готовы, я открываю этот конверт, читаю все данные, там, его данные, свои данные, как бы, ну, для визы все, ну, причем не важно. И оказывается, что ему не 42 года, а 52. То есть мужик скостил себе 10 лет. Мне 25 было на тот момент, на минуточку, да, как бы, то есть 27 лет разницы. Вот. И, ну, меня это вообще очень сильно насторожило. И там, кстати, были данные о его доходах. И его годовой доход на тот период составлял 32 тысячи долларов в год. Он работал психологом, очень уважаемым, известным, как он рассказывал, психологом. И как бы о своих доходах он рассказывал, что они на самом деле выше, чем было написано в документах. То есть уже два вранья, которые раскрылись в итоге. Меня это очень сильно насторожило. Я задаю ему, я звоню и задаю ему вопрос, мол, так и так, что происходит? Почему ты мне соврал? Вот тебе на самом деле 52 года, зачем ты врешь? Он говорит, да, действительно, вот, типа, я соврал. И давай, короче, рассказывать мне на самом деле всю картину. Оказывается. Мало того, что он на 10 лет старше, чем сказал, он еще работал, он военный, и он ветеран Вьетнама. То есть можете себе представить, ветеран Вьетнама. Там отбитая башка. Просто там он, человек войну страшную перенес. И потом вообще всплывает информация, что он бывший наркоман. И работал он психологом девочки, не то, как он рассказывал уважаемым востребованным психологам, а работал он психологом в реабилитационном центре для наркоманов. И познакомился с бывшей своей женой, он как раз в этом реабилитационном центре. А у жены проблемы с алкоголем, ну вот, как бы, ну, все сходится, да? То есть я тут села ровненько на попу и подумала, а нужно ли мне такое счастье? Ветеран Вьетнама, неизвестно, что его клемманет в голову, это травма его военная, ну, не знаю. Бывший наркоман, 52 года, на 27 лет старше. В итоге оказалось, что и дом-то не его, который он показывал на фотках, шикарный свой дом в Калифорнии, а дом съемный. Он сказал, ну, какая тебе разница? Ну, съемный, как бы, ну, типа, какая тебе разница? То есть столько вранья, человек начинает отношения с вранья. Ну, то есть это не то, что звоночки, а колокола. Я у него спрашиваю, а зачем же ты все это соврал? Как бы, зачем ты все насчет возраста соврал? Он говорит, ну, вот я когда тебя увидел тогда на встречах в брачном агентстве, там, в первый раз в ресторане, говорит, я влюбился, ну, я вот понял, что ты очень молодая, и как бы поэтому я соврал. Типа, извини. Ну, я же сказала, что, типа, мол, давай говори сразу всю, говори правду, какие еще подводные камни, что еще я о тебе не знаю. И он говорит, в общем, да, вот я вот очень хочу жениться еще потому, что я хочу забрать свою дочь у своей бывшей жены. Типа, а ему, как-то там было, что якобы ему одному отцу не отдадут, а вот если он женится, то отдадут как бы на полную опеку. Якобы жена его плохая женщина, там вот т-т-т-т-т, а как она там на самом деле, ну, не знаю. То есть и наркоманил он, кстати, бывший наркоман, на почте того, что у него подорванная психика от Вьетнама. То есть, ну, и я просто в шоке такая села и думаю, нет, мне надо подумать. Я ему сказала, типа, мне надо подумать, как бы, дай мне время на то, чтобы принять решение. Он говорит, хорошо. В общем, я такая села, думаю, нет, все это очень стремно, я не могу так ехать. Да, я очень хочу в Калифорнию, я хочу изменить жизнь, но не с таким человеком. Это опасный человек, как бы, нет, нет. Вот. И я ходила, думала, конечно, сомнения были, очень серьезные сомнения. Я так ходила, думала, и такая, знаете, взвалилась Богу, я говорю, Бог, мне очень сложно принять решение, вот дай мне знак, дай мне знак, подскажи, помоги принять решение, вот ехать мне или не ехать, соглашаться, нет, вот как бы я боюсь, мне страшно, помоги, подай знак. В итоге, через пару дней приходит мне от него письмо, и от этого письма я просто в шоке, в котором написано, что якобы его любит некая Валентина из Полтавы, вот, это тоже девушка из брачного агентства, с которой он общался параллельно все то время, когда он общался со мной, то есть, вот, и она ему пишет письма, и говорит, что она очень сильно его любит, вот, и у них там все может быть серьезно, вот, и она очень сильно переживает, что вот у них не складывается, и она его приревновала, что как бы подумала, что у него кто-то есть, и долгое время она выдерживала паузу, а тут она не выдержала и написала ему письмо, что типа, вот такой вот, ты нехороший, ты типа, вот, а я тебя так люблю, и ты типа, и он после этого письма, когда получил письмо от этой Валентины, понял, что как бы Валентина ему нравится больше, что она вот так вот к нему, да, сама там вешается на него, а как бы, а я там как бы на второй план ушла, и он принимает решение, что хочет жениться, он на Валентине, а не на мне, и поэтому я должна те документы, которые он мне выставил на визу невесту, там какая-то бумага, бралась справка, ну, что-то такое там оплаченное, да, вот, на визу невесты, я должна эти документы отдать этой Валентине, то есть, эта справка, она дается только один раз на одну визу, да, как бы, на одного человека, на меня ему дали, а он на меня передумал, и теперь на Валентине хочет жениться, и он говорит, значит, отдай вот эту вот справку, бумагу, типа Валентине, и типа Валентина, теперь моя невеста, ну, то есть, вот такое вот беспалевное, да, вот так вот быстро переобулся в воздухе, бах, поменял женщину, знаете, как это самое, не знаю, там, тапочки поменял, перчатки поменял, то есть, просто, э, не, это вторая, вторая, третья, то есть, очень легко, очень все беспардонно делается, и он ни чуточки, вот, не видит здесь ничего такого, ну, совершенно ничего обидного тут нету, да, я вообще охренела просто, и он мне дает адрес этой Валентины, написано там Полтава, адрес ее, все дела, и говорит, отправь ей эту бумагу по почте, типа, мол, и все нормально будет, я просто в шоке, я в обиде, я просто вот, злость, обида, такие смешанные чувства, досада, вот просто как вот унизили и растоптали, и я, значит, беру, пишу письмо этой Валентине, прилагаю все доказательства наших отношений с вот этим вот американцем, фотографии, там, ухаживания, письма, любовные письма, длиннющие он мне писал, то есть, все это прилагаю к письму, и отправляю ей на этот адрес письмо, и внизу делаю приписочку, для обратной связи мой номер телефона такой-то, такой-то, и номер телефона свой указала, перезванивает мне это Валентина, значит, и просто в шоке, мы с ней поговорили, я ей говорю, типа, а вы вообще в курсе, что вот он ветеран Вьетнама, что он бывший наркоман, что как бы он хочет жениться, чтобы забрать свою дочь, что на самом деле он психолог в реабилитационном центре, а не какой-то там супер-пупер дипломированный специалист, как он там себя разукрашивает, да, она говорит, да, я обо всем об этом в курсе, и в общем, мы с ней разговариваем по телефону, и она говорит, да, я знала, что он ветеран Вьетнама, вот, я все это знала, вот, у нас с ним уже отношения, общения на протяжении двух лет, как бы, ну, я вот, он меня уже давно зовет замуж, но я вот все никак не могу решиться, я вот все, как бы, у меня, у меня говорит тут мама пожилая, вот, я не могу ее бросить, там, вот, и все дела, вот, и как бы она долго-долго сомневалась, и не могла решиться, то есть, а параллельно с ней он обрабатывал меня, вдруг я быстро решусь, вот, и как бы, и поэтому он так торопил события, и как бы, и потом, в итоге выясняется, это Валентина мне рассказывает, что как все было, то есть, в тот момент, когда он мне сказал, когда я его провожала на самолет, когда я его хотела провести на самолет, он сказал, ой, нет, 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 не надо меня провожать, едь домой на такси, и типа спровадил меня, не просто так, а что в тот момент, его в номере ждала вот эта вот Валентина, и он хотел быстро меня спровадить, и вернуться к этой Валентине в номер, То есть он на два фронта работал, двух сразу обрабатывал, ну, то есть как бы, вот. А со мной не получилось меня быстро спроводить, там были какие-то задержки, в общем, ну, уже не важно. Как-то мы так с ним задержались, там то ли самолет опаздывал, то ли, ну, что-то такое было. В общем, и я, и он, и он думал, что меня получится быстрее выпроводить, и Валентина дождю, и с Валентиной пообщаться, и как бы ничего не наложится. Вот, а не получилось, и как бы, и он решил меня просто спроводить на такси и вернуться к ней. И значит, как все было, а это Валентина в холле отеля, когда мы с ним подписывали документы на визу невесты, она вышла, спустилась с номера и выглядывала в холле отеля, на нас смотрела из-за колонны. И когда она увидела, что этот американец со мной подписывает визу невесты, она просто в истерику, в слезы, вот, ей так обидно стало. И она, короче, и когда она его дождалась, он вернулся в номер, она, типа, ему, она ему даже без объяснений сказала, все, до свидос, типа, я не хочу с тобой общаться, типа, мы с тобой расстаемся. В общем, она его отшила без объяснения причин. А потом, спустя какое-то время, она ему все-таки написала признательное письмо, что она его любит, и как бы он снова переметнулся к ней. То есть вот такой вот у нас нарциссик, скачущий сразу на два фронта, а то и на три, неизвестно, как там все было. В общем, мы с ней поговорили, и как по итогу сложилось, что после всех вот этих вот разбирательств между мной и Валентиной, Валентина тоже в итоге передумала за него выходить замуж, и я, разумеется, тоже передумала, ну, как бы не то, что передумала, он сам меня, типа, сказал, типа, нет, тебя не хочу, я вот Валентину люблю, типа, вот, только что мне письма любовные километровые писал, а тут уже он Валентину любит, ну да ладно. И такой вот интересный факт, что я вот взмолилась Богу, и Бога попросила, Бог, помоги мне принять решение, я не могу, как бы, я сомневаюсь по поводу этого мужчины, он опасный, он стрёмный, вот. И как бы, вот, мне даже решение никакого не пришлось принимать, он сам за меня все решил, и как бы все расставилось на свои места, но, девочки, знаете, все равно обидно было, то есть как так вот мужчина вот просто отвратительно поступает, неуважительно меняет девушек как перчатки, ну, в прямом смысле слова, вот так вот, просто по-хамски вот так вот в лицо, ну, так, ты мне не нравишься, мне вот это уже вот это нравится, то есть, ну, что это, предметы, ты что, корову выбираешь там, что ты, собаку себе выбираешь, что это вообще такое, одну люблю, вторую, третью, что это вообще за абсурд, так вот, проходит где-то год, мы с ним уже год не общаемся, вот, и спустя год раздается мне звонок на домашний телефон, я сижу дома в Киеве у себя, да, раздается мне звонок на домашний телефон, это он мне звонит и говорит, я говорю, что тебе надо? он такой, слушай, ну, вот ты мне это самое, тогда сорвала мне мою свадьбу, наговорила я, черти чего, этой Валентине, теперь тебя, у тебя есть, типа, шанс реабилитироваться, мол, типа, ты мне уже один, одну свадьбу сорвала, типа, мол, вот я сейчас приехал в Киев, у меня тут скоро свадьба будет уже с другой невестой, спустя год, вспомнил, год прошел, вот, как бы, я оформляю с ней визу невесты, вот, и можешь ли ты, пожалуйста, выслать свадебное платье, которое я тебе купил, вот для вот этой, для моей новой невесты? Можешь, говорит, мне отдать это свадебное платье? Я просто охренела, то есть, ну, человек просто, ну, до конца уже доказывал и проявлял себя как тварь последняя, ну, просто, ну, жлобство, ну, натуральное жлобство, вот, какое-то вот, ну, типичное, хотя, в начале он там был таким галантным, ухаживал красиво, просто принц на белом коне, то есть, вы представляете, верни свадебное платье, которое я тебе купил, да, и, как бы, это для моей новой невесты, тебе самому не стыдно, блин, не стремно, не мерзко вот это вот жлобство, фу, спустя год, надо же, вспомнил, в общем, ну, а это платье, конечно же, у меня висело в шкафу, без дела, куда-то выкинуть, отдать мне его было жалко, оно у меня просто висело, как платье моей мечты. Я говорю, слушай, я говорю, видеть тебя не хочу, если тебе надо, ты сам приезжай, забирай, я говорю, тебе ничего возить не собираюсь, вот, типа, если тебе надо, приезжай, забирай, я его оставлю у своей мамы, говорю, мама тебе передаст, я тебя даже видеть не хочу. Вот, ну, потом это платье свадебное, я это платье готова была отдать, вот, ну, у меня оно, как бы, висело без дела, но это платье потом забрала к себе моя мама, и платье висело у нее дома, там, в шкафу, под ключом, в общем, я ему по телефону сказала, звони моей маме на домашний телефон, я с тобой видеть, я тебя видеть и слышать не хочу, он такой начал на меня орать, ты, типа, мне уже одну свадьбу сорвала, типа, такая-сякая, вот, а мама у меня такой плюшкин, человек экономный, там, вот, все-все-все, типа, это самое, под замочком не отдам, платье, говорит, шикарное, обалденное, типа, мы его не отдадим, вот. И он, значит, звонил моей маме, звонил маме, она каждый раз поднимала трубку, говорила, Маша дома нет, Маша дома нет, Маша дома нет, и вот прошло пару дней, звонки прекратились, и, в общем, как бы, и он исчез из моей жизни, как бы, платье мы ему не отдали, ну, то есть, я хотела отдать, да, а мама, как бы, такой человек, плюшкин, сказала, нет, все, до свидос, типа. Как сложилась его дальнейшая судьба, женился он на этой невесте, не женился, я не знаю, в общем, ну, вот такая вот история жлобства в моей жизни была, в жизни моей подписчицы была, история вранья, то есть, девочки, смотрите, отношения начинаются с вранья, человек врет на нас, насчет возраста, насчет того, где он работает, насчет того, сколько он зарабатывает, что это не его дом, а съемный, что он, сколько у него невест на самом деле, он всем головы морочил, верни, верни платье, которое я тебе купил, господи, еще бы начал вспоминать все подарки и все, что он в ресторане на него потратил, то есть, это вот, девочки, вот что такое жлобство, вот, это просто, ну, мерзко и отвратительно, и когда я рассказываю историю про жлобов, меня называют меркантильной, а как вот это еще воспринимать? Год прошел, год прошел, да ты не позорься, ты закрой рот и просто, господи, не появляйся, чтоб даже вот на глазах, ну, как тебе не стыдно, а ты еще звонишь в наглую, верни свадебное платье, стыд и позор таким мужикам, просто днище полное, кошмар. В общем, вот такая вот была история на сегодня, это история моей подписчицы, у которой жизнь Санта-Барбара. Если хотите еще истории из брачного агентства и знакомства с иностранцами, ставьте, пожалуйста, лайки, такие истории еще есть, и я вам могу рассказать. В общем, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если не понравилось, пишите, пожалуйста, комментарии, жду от вас обратной связи, и это поможет развитию моего YouTube-канала. Ставьте колокольчик об уведомлениях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ну и, конечно же, всех люблю, всем пока!